Девушки отдыхают Итак, молодые люди, как вы знаете, молодые люди призывного возраста призываются на действительную срочную службу по достижении молодыми людьми 18 лет, то есть призывного возраста Товарищ майор, а после срочной военной службы молодые люди все разговаривают, как вы? Не цопа! Не смешно. По данным нашего военкомата, в вашем классе, вот уже 11, отставить 12 лет, дислоцируется молодой человек, практически достигший вышеупомянутого возраста, Василий Ильич Полежайкин. Может быть, Илья Васильевич Полежайкин? Фамилия, имя не главное. Главное, что он достиг призывного возраста, а посему подлежит немедленному призыву. Полежайкин, ко мне бегом! Ну, он же еще школу не закончил. Закончил, Галина Сергеевна, закончил. Вот Полежайкин, твой аттестат. Это не конституционно. Я его никуда не пущу. Илюш, Илюшенька, там же, там же дедовщина, там тебя бить будут. Галина Сергеевна, кто меня там будет бить? Илюша. Бойцы, ко мне! Вон бойцы. А ну, пошел в армию. Сам ты пошел. Как ты с дедушкой разговариваешь? Уводите. Илюша, нет! Илюша, нет! Галина Сергеевна, ты с о чем так публика напугала? Он же теперь всю жизнь будет заикаться. Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И как и из тоже нас бежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегас с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки. Ждут его дома всегда, его папины точки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины точки. Пара-па-па-па-пам, его папины точки. Привет! Илья, что это? Это мы с Филиппом еще во втором классе поспорили на фингал, что я до одиннадцатого доучусь. Я выиграл. Подожди, так если Филипп проиграл, он же должен был получить фингал? Блин, снова меня обратно дурило, а? А зачем ты это читаешь, а? Галина Сергеевна, мне же в понедельник уже восемнадцать исполняется. Скоро в армию. Вот я сразу его учу, устав-то, чтобы потом на второй год не остаться в армии. А может можно как-нибудь без армии обойтись? Ты что? У меня в семье все служили. Батя служил, Филипп служил, потом дед, потом прадед. Может быть сначала прадед, а потом все остальные? Васильцов, я, наверное, лучше свою семью знаю. Я с ними всю жизнь прожил. Это было только у нас и у царей. На сцене начинается. Скипетр? Какой нафиг скипетр? Тем более у царей. А может на Д? Династия? О, точно, Династия. Ну, С в середине. Илья, ты же идешь в армию на целый год? И что? Я в пятом классе, вон, целый год лишний отсидел. Так ничего, даже не заметил. Как же я? Не, Галина Сергеевна, тебя в армию не возьмут. Там, знаешь ли, не университет, не по законам физики живут, а по уставу. Женя, прикрой меня! Да какой прикрой? Бог, как у тебя базуком-то дубинка, ну. Айчонки, ну как вам мой наряд? Нормально. Ну, вы же даже не посмотрели. Нормально. Между прочим, ваша старшая сестра не каждый день первый раз ходит на занятия в университет этих энергоустановок какого-то там цикла на факультет имени Баумана. Маша, ну когда ты уже запомнишь университет имени Баумана, а факультет энергоустановок запнутого цикла? Ну, сейчас это не важно. Сейчас важный тул, в чем я приду первый раз. Маша, тебе в твоем костюме не хватает изюма. Чего не хватает? Изюма. Ну, фишечки. Ну, а что же мне тогда надеть? Маша, ты же единственная девушка на курсе. В чем бы ты ни пришла, это уже для них праздник. Даже если ты придешь голой. Голой? Маша, я пошутила. А что с Галиной Сергеевной? Ах, по лежаке в армию собрался. А Галина Сергеевна переживает, что он там пропадет без ее подсказок. Эй, да конечно. Вы же ничего не понимаете. Вы же только это свое МТВ смотрите, а вы посмотрите другие каналы. Ну, посмотрите, посмотрите, какие там ужасы про армию показывают. Это про все ужасы показывают. Галя, успокойся, армия — это всего один годик. Всего один годик? А вы знаете, что такое этот ваш всего один годик? Это, между прочим, 365 денечков, это 8760 часиков, 525 600 минуточек и… секунду… 31 миллион 536 тысяч секундочек. Галина Сергеевна, ой, никто его полежайкина в армию не заберет, пока он школу не закончит. Хотя, если ты перестаешь его подсказывать, он ее никогда не закончит. Закончит, а он ее закончит. Только к этому времени уже и армию отменят. Как отменят? А вот так. Потому что Россия всех победит. Вот так! Да. И армия будет не нужна. Как тебе такой вариант, Галь? Вариант с отменой армии абсолютно утопичен. А вот перестать подсказывать полежайкину – более реально. Хотя и более опасно. Тур-у-раут! Поехали! Девочки, а если так? Нормально. Ну, я имею в виду, если я в этом аудитории сделаю так. И скажу, привет, мальчики. Мы будем вместе учиться. Никто не хочет мне помочь. Мальчики, привет! Мы будем вместе учиться. Ну, может, кто-то из вас хочет мне помочь? Привет! Да, полежайкин, ты меня потряс. Новый рекорд школы – шесть двоек за шесть уроков. Кстати, предыдущий рекорд школы пять двоек за день тоже принадлежал полежайкину. Не было такого. Не тебе, а твоему брату, господи, прости. Так, домашнее задание на доске. Калина Сергеевич, что за фигня? Почему ты мне перестала помогать? Илья, пойми, это для твоего же блага. Какого нафиг блага? Я так вообще школу никогда не закончу. Мне батя обещал, что если я закончу школу, то он мне машину подарит. А если нет, то он меня убьет. Я машину выбираю. Илья, я не могу тебе всего сказать. Конечно. Я же не пойму. Я же совсем тупой. Почему? Ну, не совсем. Я, может, и тупой, но все понял. Якушева, будешь мне помогать? Ну… Не ну, а будешь помогать, я сказал. Нет, 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 нет. Нет! 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 Ильяна Сергеевна, ты совершенно права. Я сама в ужасе от такого ответа. Садись, Понижакин, два. Одно радует. В одиннадцатом классе на второй год не оставляют. Как мне достала эта школа. Лучше бы я в армии одиннадцать лет был. Да. Ура. Крик. Ура. Ммм. А как тебя зовут? Привет. А как тебя зовут? Привет! А как тебя зовут? Вениамин А ты что, сам разговаривать не умеешь? Машины должны делать за человека всю бесполезную работу Ну, хорошо. Давай тогда просто поболтаем Разговор окончен Ай, Галина Сергеевна, ты в доске? Так скажи своей физичке, что ты через полминуты ответишь Слушай, твои ботаники не обречат на меня никакого внимания А что их может заинтересовать? А дронный чего? Коллайдер? А где его можно купить? Во Франции? О, значит, в Москве тоже можно А сколько он стоит? Восемь миллиардов долларов Блин, боюсь, папа мне столько не даст Ладно, придется что-нибудь самой придумать Ну, держитесь, мальчики с пальчиками А кто знает, как знакомиться с такими девушками? А просто с девушками? Я, я знаю Нужно посмотреть в Википедии Женя, ты знаешь, кто я? Я дура Ага Тогда для меня в русском языке вообще еще слова не придумали В чем дело? В одиннадцатом классе на второй год не оставляют Да ладно, даже Полежайкина? Даже его брата не оставили И теперь мало того, что он со мной не хочет разговаривать Так он еще пересел к Якушевой И в два раза больше хочет свою армию Э, 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 тихо, тихо Галя Сергеевна, успокойся Да ты так себе сотрясение мозга сделаешь Галя! Вот, возьми у шея Зато твой мозг достояние всей нашей семьи Да, точно поняла Все они хотят в армию Пока до нее далеко Посмотрим, что забоет Полежайкин Когда армия постучится к нему в дверь А лучше позвонит по телефону О, девочки, девочки Ты что, ты что, собираешься? Да А может, поможете мне с математикой? Привет А мне кажется, что ты здесь самый решительный Блин! Ноутбук дома забыла И даже ручки нет Как же я теперь буду везти конспект Ладно, мальчики Можете помогать мне Все вместе Ну, вот и мой дом Спасибо А можно мы тебя и завтра проводим? Конечно, мальчики Пока 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 Еееет Смотри, Жень, какие теперь у Хлои красивые ногти Ага, когда Машка узнает, что ты брала и лак для Хлои, она тебя убьет Ничего я у Маши не брала Ничего я у Маши не брала У Хлои свой лак, она много лучше, чем у Маши А еще с Трасой Только Маша об этом не говори Конечно, не скажу, а то она меня убила Ага, это двенадцатая теперь всем Спокойной ночи, Мария, Вениамин Теперь я знаю, как их всех зовут Ту-ту-ту-ту-ту Тебе осталось разобраться, кто из них кто Это мой рекорд. Сразу двенадцать новых парней за день. И ни одного красивого, а твой второй рекорд. Зато все умные, а мне надо выбрать самого умного. Не будем же мы везде толпой ходить. Хотела бы я посмотреть, как глупо выбирать самого умного. Ага. А как вы думаете, кто из них самый умный? Тот-то в очках. Ну, они все в очках. Ну, ты устроил какое-нибудь испытание, вопросы. Умный задай. Ага. А я им уже сегодня задавала вопрос, как их зовут. Они даже на него не ответили. Вот тупые. Придумала. Сейчас пойду к Галине Сергеевне и спрошу, что делать. А она мне обязательно подскажет. Слушай, интересно, вот у Маши хотя бы с спиной мозг есть? Ну, ты загнула. Мозг в спине. Ага. Да. В конкурсе «Кто решит интеграл?» я так и не поняла, кто из вас победил. Кто же из вас самый умный? Это даже приемная комиссия не определила. Ну, что делать? А, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы Маше помогал Роман? Спасибо. Дальше я сама. Кто за то, чтобы Маше помогал Юрий? И, наконец, кто за... Вениамина. У каждого по одному голосу. Ну, а что ж теперь делать? А давайте так. За себя голосовать нельзя. Точно. Сначала. Кто за Романа? Итак, у нас появился первый лидер. Итак, кто у нас теперь за Юрия? Вениамина. А теперь кто за... Итак, у нас образовалось десять лидеров. И кто за Вениамина? Я вас просчитал. Галина Сергеевна, я пришел, чтобы... Чтобы... Ну, я пошел. Илья, подожди. Чего? Как чего? Ты же пришел, чтобы что-то сказать? А, ну да. Меня это... в армию забирают. Мы просто целый год просидели за одной партой. Я подумал, не хочется врагами расставаться. А в армию, значит, хочется, да? Ну, не. Да я еще хилый в армии-то. Ты хилый? Ну да, конечно. У меня бицепт всего сорок пять сантиметров. У меня талия такая. Галина Сергеевна, а может, последнюю неделю, это, как раньше, я тебе ей подарок принес. Вот. Она у нас под ножкой в кровати лежала. Я просто подумал, может, тебе интересно будет почитать там. Карл Маркс. Капитал. Спасибо. Вот и я подумал. Растулся-то, значит, интересно. И что? Я хочу, чтобы мы снова были вместе. Только пообещай, что когда я уйду, с тобой за одной партой никто сидеть не будет. И я. Понимаешь, тебя ни в какой военкомат не вызывают. Батя сказал, значит, вызывают. Я. Это я звонила твоему отцу, якобы из военкомата. Ты? Зачем? Я просто хотела тебе отомстить. Отомсти? Чуть-чуть. Ой, Илюша, ну теперь же мы снова друзья. Илюшенька. Женя, звони Филиппу, да у меня скоро догонит. А-а-а! А потом, Илья, как накинулся на Галину Сергеевну. Ты зачем это сделал? Да она мне весь год испортила. Ведьма. Ну, какая же она тебе ведьма? Посмотри на нее. Она прежде всего девушка. А ты болван. И правильно, что тебя в армию забирают. Никуда меня не забирают. Это она тебе звонила. Да? Умница. Вот, даже девушка понимает, что по тебе армия плачет. Я, между прочим, в твои годы по квартире за девчонками не бегал. Я за лучшими показателями по заводу бегал. А потом уже за мной девчонки бегали. Все, марш домой. Дома разберемся с вами. Дядя Бася, только ты с ними помягче. Ну, конечно, моя маленькая. Я найду ремень помягче. Ну, вот мы и пришли. Ну, что, Вениамин, вы будете помогать мне в учебе? Буду. Мне не сложно. Кстати, можешь звать меня Веник. Веник? Ну, это же обидно. А что тут обидного? Веник, это значит, пинчестер. А, здорово. Ну, что, Веник, будем дружить? Будем. Мне же не сложно. Но только дружить. На больше не рассчитывай. Ну, ты не в моем вкусе. А тогда зачем ты со всеми соревновался? Ну, я же должен был победить этих лузеров. Ну, а зачем тогда провожал? Ну, мне же не сложно. Просто обычно я с собакой гуляю. Но с тобой еще поговорить можно. Ну, пока. Галина Сергеевна, мне Женя все рассказала, я был неправ. Нет, Илья. Это я была неправа. Прости меня. Да не, я был неправа. Да не, Илюш, это я была неправа. Честное слово, это я была неправа. Я был неправ, Илюш. Мы сами разберемся. Да, мы сами. А-а-а-а! Субтитры подогнал «Симон»